Финал моей мечты. Континентальная хоккейная лига. Омский авангард против московского Динамо. 13 апреля 2012 года, 16.00. Первая игра в городе Омск, на арене Омск. Опа! Супер! Блин, я не могу поверить вообще. Почему финал мечты? Потому что Динамо это команда, за которую я болею, да? Авангард это вторая команда, за которую я болею. У меня такая история была. В 2006 году у меня была девчонка одна, с которой я встречался. И она приехала в Москву из Омска. Она болела за авангард. Нет, это было не в 2006. В общем, плей-офф был, это был 2005 год. Значит, был плей-офф, игра Динамо Авангард, когда мы выиграли 11-0. Это было просто что-то. У нас был тогда клёвый состав, там Обечкин был, Датсюк. Ой, какая команда была у нас. Вот. И я там познакомился с девчонкой, мы с ней стали встречаться, два года мы с ней повстречались. Но она жила в Омске. Тут у неё в Москве была бабушка, она периодически к ней ездила, вот. Но в основном у нас отношения были так, на расстоянии, знаете, они не очень хорошо получались, потому что они были на расстоянии как-то, вот. Она периодически уезжала, вот, потом в Омск, потом приезжала сюда, вот. Ну, в общем, ну, два года мы с ней так как. Я думаю, два года это, в принципе, нормальный срок, собственно, да. Вот. И с тех пор, то есть вот как мы с ней познакомились 11-0, вот, она была такая расстроенная, вот. А мы как раз рядом сидели, то есть я сидел на трибуне, где была и наши болельщики, и болельщики Авангарда, и она вот как раз рядом сидела. Вот. Она была одна тогда. Вот. Вот. И, короче, мы с ней познакомились, и с этого началась моя... И поэтому я за Авангард тоже болею. То есть вот первая команда моя самая любимая, это Динамо, а вторая Авангард, это после того случая. Вот. После, значит, как мы с ней познакомились, она говорит, я за Авангард болею, и всё. С этих пор я стал следить за командой тоже, вот, и хоть мы с ней потом расстались, да. Вот. И несколько лет уже мы с ней даже не общаемся. Ну, она в Омске, она в Москву не приезжает. Вот. И всё равно я до сих пор болею за Авангард. И вот я всё это время мечтал, чтобы просто Динамо и Авангард играли в финале. И вот, наконец-то, блин. Наконец-то в финале. Хо. И что самое примечательное, то, что финал будет без Акбарса, без Салавата Юлаева. Ну, я против этих команд, в принципе, ничего не имею, да. Но просто они уже... Они уж очень часто были в финале. Уж очень часто уже. Это просто как-то надоело. Хотелось какого-то другого. Вот. Вот. А то всё время даже кубок Гагарина стали называть кубком Татарина, потому что Акбарсов всё время выигрывал. Вот. Поэтому хотелось бы что-то уже других команд каких-то. Вот. Ну, конечно же, я как болельщик Динамо, я всегда мечтал, чтобы мы были в финале. Вот. И Авангард тоже. Вот. Для меня это было просто мечта, чтобы две мои любимые команды были в финале. И, наконец-то, это произойдёт. Я, блин, прям не верю. Вот. Так что ждём 13 апреля. Это у нас будет, кстати, какой день? Это будет пятница! Ой, блин! Пятница 13 будет! Вот это будет хардкор! Вот это будет супер! Жалко, что игра не у нас, а в Омске. Ой, блин! А то было бы вообще реально! Пятница 13 и игра моей мечты! Ой, блин! Я... И просто надо дождаться этого. У меня просто сейчас слов нет. У нас просто надо дождаться этого. И тогда уже будет всё. Я уже не могу. Я просто предвкушаю это просто. Когда ещё сейчас вот мы вышли в финал, да, СКА обыграли. И Авангард ещё играл с Трактором. И я так, знаете, я не был уверен, конечно же, кто выиграет. Авангард или Трактор. И когда вышел Авангард в финал, я просто... Я не поверил. Я просто сначала не поверил, блин. Шикарно. Динамо Авангард. 13 апреля в пятницу. Не пропустите суперфинал. Чемпионат континентальной хоккейной лиги.